Здравствуй, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Харча Биджи. Карачаева Черкесия занимает первое место в СКФО по количеству тестирований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Карачаева Черкесия в рамках противоэпидемических мероприятий продолжается бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию лиц с симптомами респираторного заболевания. У которых врач заподозрил COVID-19. Ситуация Карачаева Черкесии пока остается стабильной. Последние два месяца число новых случаев инфицирования не превышает четырех человек в сутки. Однако представители Минздрава предупреждают о возможном росте заболевания и советуют не забывать о базовых мерах предосторожности и необходимости проходить ревакцинацию от COVID-19 каждые полгода. Оперативниками уголовного розыска пресечена деятельность мошенников, обманувших более 300 довесчивых жителей России. Жеработодатели на одном из популярных площадок объявлений разместили информацию о вакансии водителя на грузовую «Газель». Откликнувшиеся соискатели попадались на ловко придуманную мошенническую схему и вместо трудоустройства теряли деньги. Подробности у Мадины Каракетовой. На грузовую «Газель» срочно требуется водитель со стажем и заманчивая заработная плата. В условиях безработицы вакансия просто находка. Тем более свободных водителей со стажем по всей России хоть отбавляй. Вот и стало это объявление золотой жилой для мошенников. Откликнулись на вакансию и жители Карачевой Черкесии, среди которых Даут. Когда на объявление откликнулись, мошенник сообщил своей жертве, что нужно оформить медицинскую книжку и тут же предлагал свою помощь. Звонившему рекомендовали обратиться в медицинскую поликлинику, где в оформлении необходимого документа ему помогут за 2500 рублей. Далее второй мошенник, имитируя женский голос, представлялся медицинской сестрой и убеждал потерпевшего перечислить денежные средства в качестве оплаты за оформление медицинской книжки. Вот и медсестра, которая вовсе не медсестра, а молодой человек 26 лет с женским голосом, который озвучивал условия оформления медкнижки и указывал счастливым принятым на работу безработным номер счета. Они обращались, да, они говорили, что вот по поводу работы звонят, там нужна медицинская книжка. Я им говорила, что книжка стоит 2500 и получить ее можно будет завтра уже. Вот, я им указывал адрес поликлиники через интернет, ну они приезжали, приезжали, я им говорила, что нужно платить за книжку и через несколько там минут, через какое-то время я выйду и якобы я его заберу. После чего был перевод и я блокировал людей в черном списке. Установлено, что подозреваемые указанным способом обманули более 300 жителей различных регионов Российской Федерации, 10 из которых из Карачаева, Черкесии. Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками управления уголовного розыска регионального МВД. Оперативники выехали в служебную командировку в город Москва и задержали подозреваемых. 36-летний гражданин Азербайджана и 21-летний россиянин арендовали жилое помещение, где проживали и осуществляли свою преступную деятельность. Следователям Следственного управления МВД по Карачаево Черкесской Республике в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Смогут ли обманутые водители вернуть свои средства и что им для этого необходимо сделать, расскажет адвокат Расул Гагуев. Итак, Даут и несколько других жителей Карачаево-Черкесии стали жертвами недобросовестных работодателей, проще говоря, мошенников. Расул, скажите, могут ли они рассчитывать на возмещение морального и материального ущерба? В рассмотренной ситуации следует отметить, что уголовным процессуальным законом предусмотрен механизм возмещения материального вреда и компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Как известно, органом предварительного следствия возбуждено уголовное дело, по которому проводится предварительное следствие, и в рамках которого установлены лица, совершившие преступление и причинившие вред гражданину. В соответствии с уголовно-процессуальным законом, потерпевший в праве обратиться с гражданским иском о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, на стадии предварительного следствия, либо судебного разбирательства уголовного дела по существу, либо непосредственно к следователю, либо в суд. Судьба гражданского иска разрешается судом, просматривающим уголовное дело по существу, и отражается в приговоре по уголовному делу, как в итоговом решении по существу дела. А каким образом после положительного решения суда пострадавшие смогут получить возмещение материального ущерба? По вступлению в приговор в законную силу в суде он выдается в исполнительный документ, исполнительный лист, который подлежит предъявлению в отдел Федеральной службы судебных приставов по месту жительства должника. По предъявлению исполнительного документа в службу судебных приставов непосредственно конкретным судебным приставам исполнителям возбуждается исполнительная производство, принимаются меры принудительного исполнения в соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве, и принимаются меры к принудительному исполнению исполнительного документа, то есть возмещению исполнения непосредственно решения суда, взысканию средств, которые установлены исполнительным документом, в том числе и наложение ареста на имущество, обращение взыскания на доходы, то есть это социальные пособия и заработные платы. Далее, кроме того, хотелось бы отметить то, что, кроме того, как гражданин вправе обратиться в рамках уголовного дела о возмещении гражданским иском о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда, если потерпевший не обратился с таким иском, гражданским иском, в рамках уголовного дела, то он вправе обратиться с исковым заявлением о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда по правилам гражданского судопроизводства. По вступлению в силу решения суда по гражданскому отделу, также выдается исполнительный документ и предъявляется в службу судебных приставов. Такой же порядок исполнения и принимаются такие же меры, как по уголовному делу, выданному по уголовному делу. Расул, посоветуйте, а как нашим телезрителям избежать подобных неприятных ситуаций? И ведь в интернете очень много объявлений о вакансиях. Личные медицинские книжки не подлежат свободной продаже. Выдаются с обязательной регистрацией в реестр личных медицинских книжек Роспотребнадзора в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 20 мая 2005 года номер 402 о личной медицинской книжке и санитарном паспорте. Также хотелось бы отметить и обратить внимание наших телезрителей на необходимость обращения в органы и учреждения, которые в соответствии с действующим законом уполномочены предоставлять муниципальные и государственные услуги по выращению необходимых документов. Либо обратиться к помощи юриста, который вам может разъяснить, поможет разобраться при необходимости по получению необходимых документов и услуг. Роспотребнадзора, а вот при необходимости сможете ли вы защитить интересы Даута и других пострадавших от мошенников людей, представлять их интересы в суде и могут ли они вообще обратиться к вам за консультацией и за любой другой юридической помощью? Конечно. Сопровождать вот это все? Конечно, он может обратиться непосредственно к конкретному адвокату, избранному им, который может оказать правовую помощь, то есть устные консультации, письменные консультации, составление процессуальных документов, необходимых по делу, и непосредственно представлять интересы на судебных заседаниях, заявлять ходатайства, отводы и так далее. Совершить необходимые процессуальные действия в интересах потерпевшего. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесском онкологическом диспансере состоит на учете 330 жителей региона больных колоректальным раком. Коварство рака в том, что поначалу опухоль в толстой или прямой кишке у большинства людей не вызывает никаких симптомов. Выявление колоректального рака на начальных стадиях существенно облегчает лечение, сохраняет жизнь и здоровье. Для людей старше 40 лет в программу диспансеризации включены специальные методы исследования, которые выявляют рак на ранней стадии, а также полипы, являющиеся предраковым заболеванием. Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Лива прошел выпускной бал. В этом году более тысячи студентов получили свои дипломы. Стоит отметить, что второй год большинство выпускников вуза становятся инициаторами акции «Мантия добра». В качестве гуманитарной помощи средства от покупки мантии и шапочек они направляют беженцам из Донецкой и Луганской республик. Главное торжество проходило в стенах вуза и на площади имени Героя России Канамата Абаташева. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. С самого утра территория вуза наполнена праздничной атмосферой. Со словами напутствий и поздравлений к новоиспеченным специалистам выступили директора институтов, деканы факультетов. Основная часть праздника проходила на главной площади Карачаевска, где лучшие выпускники получили свои дипломы с отличием. Заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев поздравил всех виновников торжества и подчеркнул, что студенты являются активной составляющей населения города. Более 1200 выпускников в этом году и более половины из них это очники. Это очень радует и мы хотели бы, чтобы и в дальнейшем в наш университет, в наши, скажем так, высшие заведения этого города поступало большое количество, большее количество студентов. Это оживляет город. Наш город поистине является не только красивым и горным, но он является на самом деле самым горным и самым студенческим. В свою очередь, директор Качагуута Султан Уздена вручил дипломы с отличием лучшим выпускникам вуза. Он также отметил, что несмотря на сложный период пандемии, мы сплоченно преодолели все трудности и смогли дойти до финишной прямой. Те навыки, компетенции, то, о чем я говорил, душевное добро, которое у вас есть, которое вы получили здесь, я уверен, вы и дальше понесете, дальше понесете твердой поступью, с отвагой в сердце, с добровой души. Не бойтесь, идите вперед, не бойтесь перемен. Меняйтесь сами, меняйте мир, давайте сделаем наш мир лучше, красивее. И мы, Карачаевский государственный университет, будем гордиться вами. Качагуу навсегда останется в наших сердцах, отмечали выпускники. И каждый из нас, покидая наш родной вуз, будет стараться достойно представлять его на различных уровнях профессиональной деятельности, уверяют виновники торжества. Этот выпускной – это то, чего я ждал все четыре года, но когда этот день настал, я очень-очень грущу, потому что не хочу покидать наш университет. Сегодня вы видите, как наш всеми любимый университет организовал для нас выпускной. На этот выпускной приглашены множество гостей, и мы очень рады, что нашему выпускному уделяют столько внимания. Могу сказать, что это мой второй дом, если не первый. Изначально я вообще не собиралась сюда поступать, но меня заставили родители, и я им за это очень благодарна, потому что я нашла себя, и мне нравится работать со студентами. И в дальнейшем я планирую поступить в магистратуру к себе же в университет. С самого первого курса у меня оставались всегда только положительные впечатления и эмоции об этом в вузе. Когда я поступала сюда, началась стажировка в Чешский западный университет. Благодаря нашему ректору мы смогли попасть туда. После того, как я окончила бакалавр, не было сомнений, куда поступать в магистратуру, поэтому выбор был очевиден. Я осталась в родном вузе. После официальной части для выпускников был организован концерт с участием известных артистов республики. Особым сюрпризом для ребят стал приезд звезды топ-чартов поп-кумира молодежи Джанага. По завершению концерта в честь выпускников «Ночное небо» озарил фейерверк своими яркими огнями, тем самым желая ребятам ярких жизненных моментов в их дальнейшей жизни. Алих Алипшоков, Аслан Гирюгов, Беломежаева, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!